Позднее прозрения Никола Пашиняна, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел онлайн-пресс-конференцию для армянских средств массовой информации, во время которой, может быть, впервые постарался быть откровенным и относительно объективным, рассказав о последних переговорах с президентом Ильхамом Алиевым, а также о причинах и последствиях поражения страны во Второй Карабахской войне. Как известно, Никол Ваваевич сам был в свое время журналистом и даже главным редактором одной малолитражной газеты, поэтому он прекрасно знает, насколько важна роль средств массовой информации в формировании общественного мнения, тем более сейчас в непростой для страны период, когда потерпев разгромное поражение и лишившись оккупированных азербайджанских территорий, армянское общество находится в полном идеологическом ступоре и не знает, что делать и куда идти дальше. Чувствуя то, что реваншистские идеи оппонентов не находят поддержки у армянского народа, который устал от войн, экономического коллапса и вражды с соседями, Пашинян постарался честно объяснить, что произошло, почему Армения разгромлена и ее никто в мире не поддержал, а также перспективы выхода страны из кризиса и налаживания отношений с историческими врагами Азербайджаном и Турцией. Никол Ваваевич никогда не был особенно искусен в вопросах внешней политики, зато обладая определенными талантами в произношении пламенных речей перед толпой, с присущим ему популизмом, на этот раз отвечая на вопросы доходчивым языком, постарался объяснить, что все война проиграна, шансов на реванш у Армении нет, необходимо открывать транспортные коммуникации и налаживать экономическое сотрудничество. Впервые премьер-министр Пашинян публично заявил, что Армения готова к заключению мирного соглашения с Азербайджаном. То есть ответил на предложение президента Ильхама Алиева и таким образом косвенно признал, что конфликт окончен. Это заявление можно рассматривать как позднее прозрение армянской стороны, которая наконец осознала полный и окончательный провал проекта Арцах Мяцум. Касательно встречи с президентом Ильхамом Алиевым в Брюсселе Н, Пашинян сказал, что стороны могут найти решение открытия региональных транспортных коридоров. Встреча в Брюсселе, организованная при посредничестве председателя ЕС-Шоссе Мишеля, показала, что при наличии доброй воли армянской стороны обе стороны могут договориться, к чему всегда и призывал президент Азербайджана. Похоже, что премьер-министр Армении наконец осознал, что только выход из изоляции, которую создали его предшественники, оккупировав азербайджанские территории, есть единственный путь решения экономических проблем страны, которая стоит на пороге краха. Как бы не сопротивлялся Н, Пашинян, чтобы не стать мишенью своих недругов, пришлось согласиться на открытие железнодорожного сообщения через Зангизурский коридор, а в перспективе и автомобильного. Причем президент Ильхам Алиев сразу расставил точки над Ай, заявив, что в случае установления армянскими властями таможенного КПП в Зангизурском коридоре, аналогичный азербайджанский КПП будет установлен в Лачинском коридоре, так как на встрече было отмечено, что транспортные и коммуникационные коридоры будут действовать при осуществлении национального пограничного и таможенного контроля. То, что некоторые армянские политики бравировали тем, что у них есть альтернативные пути решения проблем транспортного сообщения с другими странами, оказалось полным блефом. А с наступлением зимы большинство автомобильных дорог, проходящих по горной местности от границы с Ираном и по направлению к границе с Грузией, оказались заблокированы выпавшим снегом. Широко разрекламированные якобы альтернативные проселочные автодороги, проходящие параллельно дороге из Гафана в Горис, для того, чтобы не пользоваться основной трассой, проходящей частично по азербайджанской территории, стали абсолютно непроходимыми для тяжелогрузных трейлеров. Понимая, что после того, как Азербайджан восстановил полностью контроль на границе, Армения лишилась используемых ранее коммуникаций, проложенных по бывшим оккупированным территориям, армянские власти остались перед выбором, или пойти на открытие транспортных коридоров, включая Зангизурский, или оказаться полностью в блокаде, которая окончательно парализует страну. Но самым сенсационным заявлением оказалось то, что Пашинян подтвердил, что наличие четыре резолюции СБ ООН, принятых еще в 1993 году, не оставляло Армении никаких шансов на то, чтобы мировое сообщество признало бы обоснованными армянские претензии на Карабах. Ведь в этих резолюциях, обязательных для исполнения, которые армянская сторона игнорировала почти 28 лет при молчаливом согласии международных посредников, было черным по белому записано, признавалась территориальная целостность и нерушимость границ Азербайджанской республики, Карабахский регион признавался как неотъемлемая ее часть, требовался немедленный вывод армянских вооруженных сил с захваченных территорий. Причем за эти резолюции проголосовали все пять постоянных членов СБ ООН, имеющих право вето, поэтому все апеллирования армянской стороны к тому, что конфликт не окончен и должен быть решен в рамках минской группы ОБСЕ, несостоятельны, так как все три сопредседателя минской группы являются постоянными членами СБ ООН и еще в 1993 году определили свою позицию. Далее, приоткрыв ряд конфиденциальных моментов переговорного процесса, Энн Пашинян припомнил, что в 2011 году попытки навязать азербайджанской стороне выгодный для Армении некий мирный план решения конфликта провалились из-за твердой позиции президента Ильхама Алиева, который отказался даже их обсуждать. Тем самым еще раз подтвердил то, что для главы азербайджанского государства национальные интересы и территориальная целостность страны превыше всего. Стараясь разоблачить своего предшественника, а ныне главного критика и непримиримого врага Сержика Сарксяна, Никол Ваваевич отметил, что вся его бравада и хорохорство, которыми он бьет себя в грудь, просто дешевое шоу, так как он еще в 2016 году проиграл Азербайджану, как в переговорном процессе, так и во время апрельских событий на фронте. Особенно отметил и тот факт, что все предложения сопредседателей с того времени вообще не предусматривали какой-либо статус для сепаратистов и лишь включали план и график освобождения азербайджанских территорий. Таким образом, Н. Пашинян полностью развенчал ложь, которую распространяет Сержик Азадович, утверждающий, что остался у власти и менял конституцию только ради сохранения Арцаха. Рассуждая про потерянные территории, Н. Пашинян пустился в рассуждение о том, что и азербайджанское население Карабахского региона, которое полностью было изгнано армянскими бандформированиями, имело право на совместное проживание с армянами на этой территории и даже отметил тот факт, что азербайджанские жители Шуши могли бы вернуться к себе домой и жить там, хотя все это выглядело довольно неискренне и походило на театральную постановку дешевого уличного балагана. Коснувшись отношений с Турцией, армянский премьер заявил, что готов начать двусторонние переговоры без всяких предусловий к нормализации отношений, правда запамятовал, что еще совсем недавно армянская сторона требовала прежде всего признать факт геноцида 1915 года и выплаты компенсацией, а лишь затем соглашалась на нормализацию отношений, сохраняя при этом свои территориальные претензии на восточные районы Турции. Все это запоздалое прозрение армянского лидера, которое, как всегда, перемешивалось с дезинформацией в стремлении представить себя белым и пушистым, доказывает, что наконец руководство Армении начало осознавать бесперспективность конфронта ЦИИ и территориальных претензий к соседним странам, которые привели Армению на край пропасти. Несмотря на относительную правду, высказанную Эн Пашиняном, он пока не может полностью отказаться от бредовых утопических идей о Великой Армении, так как боится того, что может быть отстранен от власти в результате предательства соратников при содействии зарубежной диаспоры, которая его возненавидела за поражение и подписание трехсторонних заявлений. Хотя справедливости ради следует отметить, что Пашинян сделал немало сенсационных заявлений, которые наверняка вызвали бурную реакцию в армянском обществе. Прежде всего, он заявил, что статус армянского населения Карабахского региона Азербайджана, о котором все время твердила армянская сторона на переговорах, не обязательно подразумевает предоставление независимости, а мог бы быть и самоуправлением, то есть автономией в составе Азербайджана, что полностью опровергает все его предыдущие выступления и заявления. А потом вообще выдал то, о чем, наверное, его заклятым врагам и соперникам не снилось в страшном сне, сказав, что Нагорный Карабах — место совместного проживания азербайджанского и армянского населения и поэтому нужно было учитывать интересы обеих общин, причем он даже был согласен на возвращение азербайджанских беженцев в Шушу.